Добрый день, уважаемые коллеги! Пожалуйста, подтвердите в чате, что вы меня слышите и видите. Связь хорошая, плюсики, пожалуйста, поставьте. Отлично. Итак, у нас сегодня с вами интересная встреча. Она посвящена ошибкам при создании тестовых заданий. И мы начинаем. Какой у нас с вами будет план обсуждения? Сначала поговорим о количестве ответов в тестовом задании. Этот вопрос хочется вынести в начало, сразу его снять. И дальше уже приступить к форме и содержанию тестовых заданий. И я, основываясь на практике работы постоянной с тестами, хочу вам показать именно часто встречаемые ошибки. И прокомментировать, как их можно избежать. Также вы, конечно же, по окончании вебинара можете сбросить в чат какие-то тестовые задания, которые у вас вызывают сомнения, что есть ли там ошибка, правильно ли оно сформулировано. Поэтому пока мы с вами будем общаться, вы можете где-то поискать в своих файлах и сбросить в конце тестовое задание. Мы обязательно в конце, в конце будут ответы на вопросы. И я постараюсь прокомментировать то, что вы еще дополнительно в конце пришлете. И немного в конце вебинара также расскажу о курсе практической тестологии, который в Директ-Академии стартует 8 февраля. Мы в течение месяца будем учиться разрабатывать качественные тесты и тестовые задания. Так, ну что ж, мы для начала должны познакомиться, как того требует этикет. Я еще раз представлюсь, меня зовут Татьяна Горишина. Я уже работаю в сфере обучения развития людей, сотрудников, студентов, школьников более 18 лет. И в таких известных крупных компаниях работала, как Университет Синергия, МОДИС, Теледва. Также в Университете Синергии занималась организацией повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. И я, ваш коллега, я прошла путь от преподавателя, бизнес-тренера, который сам и вел занятия, и создавал тестовые задания, разрабатывал тесты, до руководителя HR-отдела. Я работала руководителем отдела обучения и развития персонала. И сейчас являюсь руководителем собственной компании. Я уже более 18 лет в обучении и опыт работы с тестами у меня с 2005 года. То есть уже, получается, 17 лет. Поэтому можно считать, что уже эксперт-методолог в этой сфере. Также имею сертификаты. И училась я в нашей российской школе у Александра Георгиевича Шмелева. Компания «Инновационный центр гуманитарной технологии». И имею сертификаты как по психометрическим методикам, так и по тестам знаний. Так, теперь ваша очередь представиться. Я уже видела, что у нас есть коллеги из Мурманска, из Донецка. Пожалуйста, представьтесь в таком формате, потому что это не просто этикетный момент. Всегда очень интересно, какая у нас сейчас география. Напишите, пожалуйста, в чате вашу должность. Вы преподаватель вуза или преподаватель школы или методист. И город, в котором вы живете. Очень интересно познакомиться с вами. Так, Кострома, методисты. Москва, методист. Коллеги еще. Так, педагог-психолог Донецк. Преподаватель вуза у нас. Варна, Болгария. Очень интересная сегодня география. Так, Сахалинский колледж искусств. Преподаватель вуза. Заведующий отделом. Педагог-психолог. Заведующий отделом. У нас руководитель еще есть здесь, да? Понятно. Кыргызстан есть. Сегодня СНГ и Болгария. Это прекрасно. Так. Бишкек. Ростов-на-Дону. Доцент университета. Университетский, так, преподаватель. Китай. Боже мой. Очень приятно, что тема интересна, можно сказать, на международной арене. Спасибо. Я начинаю волноваться. Самара. Преподаватель вуза. Руководитель проектов электронного образования. Итак, у нас есть методисты, руководители и, собственно, педагоги. И часто иногда у нас все роли и руководители проектов по разработке теста, и автор тестового задания, и преподаватель иногда совмещаются все в одном человеке. Поэтому тема по-прежнему актуальна, и думаю, что мы сегодня с вами с этим поработаем достаточно плодотворно. Предлагаю вам включаться, то есть после каждого пунктика, соответственно, нашего общения я буду останавливаться и предоставлять возможность вам тоже ответить на вопросы. Так, вижу-вижу Тюменская область, еще Кыргызстан, Самара. Отлично. Хорошо. Коллеги, сразу хотелось бы начать с того, что мы сузим немножко тему нашего общения, да, сегодняшнего. И я хотела бы подчеркнуть, какие формы тестовых заданий мы сегодня, собственно, будем рассматривать. То есть мы будем из открытых заданий затрагивать задания на дополнение, когда нужно вставить один вариант ответа. Больше всего у нас сегодня будет заданий закрытого типа с множественным выбором, когда нужно выбрать либо несколько правильных вариантов ответа, либо один правильный вариант ответа. Итак, в основном это тестовые задания, да, с четырьмя вариантами ответа. Также я хочу сказать, что мы сегодня с вами не будем рассматривать орфографические ошибки, частые, да, в тестовых заданиях. Понятно, что они самые разнообразные. Вот. Наверное, я только упомяну один последний случай из моей практики. Мы работали с командой из Иркутска. Это был корпоративный курс в начале декабря. И мы делали тест на эрудицию, в котором использовалось слово «касатка». Вот. И мне показал… Я как-то упустила этот момент с правильностью написания, когда мы уже запустили тест на апробацию. Вот нам уже один из участников дал обратную связь по поводу того, как пишется «касатка» через «О» или через «А». Вот. И «касатка», если дельфин, да, вид китообразного, млекопитающая, да, то это, соответственно, через «О». А если ласточка-касатка, то через «А». Вот это, скорее, такие сложные случаи, которые программными способами не проверишь, да, когда мы создаем тестовое задание, то ошибку не найдешь. Она редкая, но тоже встречается. И вот на эти моменты, когда у нас одно и то же слово, да, имеет несколько значений, и при этом там разница в одной букве, нужно обращать внимание. Ну, в принципе, обычные эксперты на этих моментах не зависают. Да, то есть это редкость. А мы же, в свою очередь, скорее всего, будем говорить сегодня о типовых ошибках. И мы сначала проговорим про количество дистракторов ответов тестовых заданий. Затем проговорим об ошибках в форме тестового задания. И далее рассмотрим вопросы, касающиеся содержания. Итак, давайте определимся с понятиями, как обычно, потому что у нас аудитория широкая, и сложно сейчас понять, кто уже прям серьезно знаком с тестами, кто еще все-таки только начинает работать с этой темой. Поэтому, какими понятиями мы сегодня с вами будем оперировать, что у нас тестовое задание имеет определенную структуру, и в нем, как правило, есть текст вопроса или текст задания. В данном случае это принцип презумпции невиновности, закреплен ключ, то есть верный ответ, это Конституция Российской Федерации. И дистракторы. Неправильные, но правдоподобные ответы. В данном случае это Б и В, Гражданский кодекс, кодекс об административных нарушениях. Вот слово дистракторы не всегда всем знакомо, но сегодня оно у нас часто будет звучать, поэтому я хотела бы вот о нем еще раз сказать, что такое дистрактор в тестовом задании. Это неверный, отвлекающий вариант ответа, но правдоподобный при этом, да. Идем дальше. Перед нами всегда, когда мы создаем тестовое задание, часто стоит такая дилемма. Сколько же все-таки ответов должно быть в тестовом задании закрытого типа? Два, три, четыре, десять. Вот. И перед нами всегда все-таки такая чаша весов, можно так сказать, да. С одной стороны, мы стремимся избежать случайного угадывания. Ведь чем меньше вариантов ответа, тем выше вероятность случайного угадывания. И этим мы снижаем надежность теста. Дальше. Справа. Вы видите, что у нас есть ограничения все-таки, да, что мы не можем бесконечно много придумывать вариантов ответа, потому что есть специфика предметной области. То есть иногда просто у данного задания не может быть такого количества правдоподобных неправильных ответов. И затраты на разработку тоже достаточно велики по времени, да, время преподавателя, ему нужно еще вести и основные задания, занятия. Поэтому вот какой же здесь может быть баланс и какой правильный, да, скажем так, правильное количество вариантов ответа. Потому что это самая частая первая ошибка, которую сразу хочется прояснить и которую хочется убрать при создании тестовых заданий, это малое количество дистракторов. Как правило, их пишут три. Вот. Чаще всего это встречается в моей практике. Так сколько же правильно, чтобы мы с одной стороны повысили надежность инструмента нашего, да, чтобы тестовое задание было надежным и исключало случайное угадывание. С другой стороны, чтобы оно было правдоподобным и мы не слишком много времени тратили на разработку. Так, отвлекусь немножко. Вопросы дистракторы можно использовать по стандартам ФГОС. Дистракторы – это не вопросы, и как правильно уже потом прокомментировали Ксения Богомазова, вот наш участник, что это не сам вопрос, а неверный вариант ответ заданий, да. А тестовые задания с несколькими вариантами ответов, конечно же, они используются по стандартам в качестве контрольных заданий. Итак, давайте посмотрим на статистику. Вы по оси вертикальной видите проценты, да, вероятность угадать ответ случайно. По горизонтальной оси вы видите количество вариантов ответов заданий. И мы видим, что если у нас три, например, варианта ответа, да, то 33,3 составляет вероятность угадать ответ. При четырех она составляет уже 25 процентов. И дальше, дальше, соответственно, она снижается. Но когда у нас 5, 6, 7 и даже 8 вариантов ответа, уже нам сложно придумывать их правдоподобными, да. То есть у нас дистракторы становятся, могут быть слабыми. Их, они изначально тестируемы, могут исключаться, поскольку он видит, что они неправдоподобны. Поэтому вот такой баланс, да, сколько все-таки правильно делать вариантов ответа в тестовом задании, это четыре. Если у нас задание с выбором одного верного ответа, то наши методологи, наши практические специалисты, теоретики в области тестологии, Вадим Сергеевич Иванесов, Александр Георгиевич Шмелев, это они рекомендуют от четырех до шести заданий с выбором одного верного ответа. И если у вас задание, когда нужно выбрать несколько правильных ответов, тогда рекомендуется десять. Десять ответов в заданиях. То есть один дистрактор, один правильный ответ, да, и, например, три дистрактора. Если мы говорим о первом типе задания, либо, например, один правильный ответ и пять неправильных, пять дистракторов. В случае с десятью, там может быть несколько правильных ответов, но в целом их ответов не должно быть желательно не меньше десяти. Вот. Итак, первое, самое простое, мы с вами сняли, что первая частая ошибка – это вопрос хороший, но ответов в задании мало. Вот. И нам нужно стараться придумывать их от четырех до шести, если это выбор один верного ответа из нескольких. Все. Количество мы закончили. Теперь давайте приступим непосредственно к самим тестовым заданиям и к типовым ошибкам, которые чаще всего встречаются. И вот бесконечно на каждом курсе, бесконечно на каждом проекте я с этим сталкиваюсь, мы это правим. Так. Прежде чем перейдем в вижу ответ в чате, часто встречают тестовые задания, где вопрос задается в виде вопроса, а не утверждения. Читала, что это неправильно. Сама стараясь формулировать задание в виде утверждения, в каком документе можно прочитать, как правильно составлять тесты, именно формулировка вопроса. Так. Спасибо большое за этот вопрос. Мне тоже его достаточно часто задают. Есть некоторые особенности в каждом ВУЗе. И я сталкивалась с тем, что, например, в одном учебном учреждении ВУЗе, либо в компании, которая занимается обучением персонала, HR-специалисты, у них созданы методические рекомендации, в которых запрещается буквально делать вопросы и использовать нужно только утверждение. На самом деле методическая рекомендация одна. Мы должны наиболее четко и ясно сформулировать задание, чтобы не было двусмысленности, чтобы оно было коротким и понятным для испытуемого, для тестируемого. И как его лучше сделать в формате утверждения или в формате вопроса, вот вы просто можете в двух вариантах написать и посмотреть. Иногда в формате утверждения короче. Вот. Иногда в формате вопроса понятнее. Вот мы дальше на примерах как раз тоже это посмотрим. И поэтому утверждение, что нужно обязательно тестовое задание формулировать в виде только утверждения вопроса нельзя, это ничем не обоснованное методическое требование. Наша задача сделать тестовое задание надежным, чтобы оно было лишено, чтобы на него не влияли какие-то шумовые факторы. То есть, если слишком большое и объемное задание, да, и в нем очень много слов, неправильных конструкций, и испытуемому, чтобы понять смысл, что от него требуется, нужно прилагать дополнительные усилия, то в этом случае мы проверяем его умение выделять главное, умение логически мыслить, а не конкретное знание по тому предмету, по которому, собственно, проводится тест знаний. Вот. То есть наша задача убрать эти шумовые факторы. Мы сейчас не оцениваем его интеллект, мы проверяем знания по конкретному предмету. Вот. То есть поэтому максимально четко и коротко должно быть сформулировано задание, насколько это возможно вот в данном случае. Тогда это надежный инструмент, никаких шумовых факторов нет. Второй момент касается того, что мы должны проверять с помощью этого задания то, что мы хотим проверить, валидным должно быть, да, измерять именно тот признак, ту компетенцию, на которую задание направлено. И это тоже касается часто формулировок, что снижение надежности влияет и на валидность, на точность измерений, да, компетенции, знаний или навыков. Так. Смотрю еще раз чат. Здесь, мне еще кажется, зависит от типа вопроса. Если открытый, то можно и вопрос. Если множественный или одинарный выбор, то утверждение удобнее для понимания человека. Нужно смотреть действительно в каждом конкретном случае. Давайте тогда мы дальше перейдем, уже не будем на этом останавливаться. И там тоже у нас будут вопросы и утверждения, и мы с вами посмотрим. Итак. Первый тип ошибки, который часто встречается в тестовых заданиях, с которыми мне приходится постоянно работать. Давайте посмотрим на экран. Уважаемые коллеги, будет много текста теперь, да, но вы получите презентацию, затем, после вебинара, вы сможете ее скачать. Поэтому, если кто-то что-то не рассмотрит, то вблизи вам потом станет более видно. Но, к сожалению, без такого количества текстов обойтись мы не сможем. Поэтому будет много текста, предупреждаю, нацеливаемся на текст. Какими событиями в научно-технической сфере наиболее ярко характеризуются 50-60-е годы в Советском Союзе? И у нас правильный вариант ответа, ключ, это достижение в освоении космоса. И есть три дистрактора. Застой в развитии науки техники. В. Высокие темпы роста военной техники. И. Г. Тесное сотрудничество США в освоении космоса. Итак, в чем здесь, собственно говоря, ошибка? Может быть, кто-то сразу увидит и напишет в чат. Видите ли вы здесь ошибку? А она вот практически... Множительное число в вопросе. Вопрос не корректен. Торнелёвка предполагает несколько ответов. Неравнозначные варианты ответа. Отсутствует знак вопроса. Ну, смотрите, варианты ответа могут быть действительно неравнозначными. Это не критично. И не обязательно причесывать и делать равнозначные варианты ответа. Это ничем, собственно говоря, не обосновано. Нужно только после апробации теста мы сможем понять, какие дистракторы сильные и какие дистракторы слабые. Но они должны быть... Требование одно, они должны быть правдоподобными. Правильным здесь является то, что... И это часто, к сожалению, встречаемая ошибка, что у нас здесь отсутствует знак вопроса. Вот просто бич какой-то. Банальная ошибка, но она вот самая топовая, поэтому я её... Самая простая, самая топовая, поэтому я её выношу сейчас сначала. Что мы формулируем вопрос, но знак вопроса не ставим. И затем у нас нет согласования, то есть в вариантах ответа, то есть после вопроса, соответственно, они должны писаться за главные буквы. То есть здесь нужен, да, пунктационная ошибка. Вопрос здесь должен быть вопрос. И по поводу множественного ответа, всё-таки по мнению экспертов, это реальный вопрос, который создавался для реального теста. Вот по мнению того эксперта, кто создавал этот вопрос, здесь один вариант ответа – достижение высвоения космоса. немножественный всё-таки ответ. Знак вопроса должен стоять после пункта «Г». Нет, знак вопроса должен стоять в самом тестовом задании. Тогда надо было написать один верный ответ. Вот один верный ответ выбирается, или несколько вариантов ответа – это пишется в инструкции перед блоком к данным заданиям. То есть вы один раз пишете это, чтобы потом в каждом задании это не повторять. Так. Так. Итак, то есть первая, самая типичная ошибка – вопрос без вопросительного знака. Ну, вот ещё пример. Буквально тоже недавно мы работали с группой. Что такое аккомпанемент? Тоже пропущен знак вопроса. Ну, и, соответственно, здесь у нас… Так, я сейчас возьму указку. Должны быть ответы уже с заглавной буквы. Следующий вариант ошибки – это частица «не» в заданиях. Какого музыкального жанра не существует? Вот таким образом записано. Либо пишут, выделяя весь глагол с частицей вместе, какого музыкального жанра не существует. Итак. Как правильно сформулировать? Частица «не» должна быть выделена заглавными буквами. Для чего это нужно? Часто в состоянии стресса и при тестировании испытуемый может эту частичку «не» не заметить. Поэтому одно из методических требований, если у нас… Если все-таки мы хотим использовать задания на отрицание, а такие задания возможны, тогда мы должны частичку «не» выделить. И когда вы используете это задание, такой тип задания с отрицанием, пожалуйста, ее выделяйте. Тут все просто. Я ее называю… Этот тип ошибки назвала «таинственная частица «не». То есть правильно ее выделять заглавными буквами, чтобы это было видно. Так, коллеги, по поводу содержания тестовых заданий, корректное оно или некорректное, можно, конечно же, долго спорить. Я вам показываю реальные тестовые задания, которые разрабатывали эксперты или участники онлайн-курсов. То есть это не я их, соответственно, придумывала. И вот благодаря мнению группы, которая работала, мы там проверяли дистракторы, варианты ответов. Понятно, что эти задания можно еще там совершенствовать и дорабатывать. Я хочу в них подчеркнуть один тип ошибки. Итак, в первом варианте это вопрос без вопросительного знака. Во втором случае это отсутствие частицы «не» в заданиях с отрицанием. Это самая частая ошибка, и просто вот я ее хочу подчеркнуть. Дальше. Следующий тип задания. Посмотрите, пожалуйста, как вы думаете, что здесь неверно. Насколько корректно писать вариант из-за главной буквы? Конечно же, корректно. Почему нет? Если у нас незаконченное утверждение в тексте задания, в вопросе, да, в самом, в теле задания, тогда, соответственно, варианты ответа пишут с маленькой буквы. Если у нас в конце задания стоит какой-либо пунктационный знак, то логично варианты ответа вписать с главной буквы. В том числе фамилии, имена и названия, географические названия, соответственно, тоже с главной буквы. Ну, это понятно. Поставить три точки. Что ставить в конце? Мы увлеклись немножко, опять же, пунктуации и орфографии, куда я бы не хотела уходить. Но давайте тогда еще раз это тоже проговорим. Ставить двоеточие или три точки – это на выбор. Это не принципиально. То есть если кто-то хочет в конце вопроса, в конце, вернее, утверждения поставить три точки, это возможно. Чаще всего используются двоеточие просто. То есть вот посмотрите здесь. После автора пьесы «Трамвай желания» можно поставить как двоеточие, так и три точки. Принципиально разницы нет. Итак, автором пьесы «Трамвай желания» является Моэм Уильямс. Так, коллеги, пунктуация в списках с запятыми точками, с запятой после каждого варианта ответа должна быть формальна, но при современных верстках на платформах и так далее. Да, коллеги, вот это вот опять, эти нюансы связаны, что здесь должны быть точки запятой, здесь должна быть точка. Все это убирается, в том числе и по техническим причинам, первое. Второе еще и с точки зрения, опять же, повышения надежности тестового задания. Мы убираем все лишнее, чтобы это не отвлекало внимание участника теста, тестируемого, то есть максимально очищаем от всего второстепенного само тестовое задание. Если у нас еще будут стоять здесь точки с запятой, то есть мы нагружаем каждый пункт еще знаками, тогда сложнее для восприятия. Конечно, с точки зрения русского языка надо вот грамотно, прям подробно после каждого пунктика проставлять знаки припинания, но в тестах допускается, и в принципе это там практика 90%, наверное, в компаниях, на платформах, что мы вот эти вот точки запятой, точку в конце убираем. Так, итак, тогда все-таки в чем здесь ошибка, и она, к сожалению, тоже часто встречаемая, то, что у нас авторов указывают без имени. Это некорректно с точки зрения точности задания, и это не совсем правильно с точки зрения этикета, да, то есть мы всегда должны все-таки инициалы, если это иностранные, например, авторы, где нет отчества, указывать имя. Если это наши российские ученые, писатели, то нужно указывать фамилию, кроме фамилии, имя и отчества. Вот автор без имени, это тоже топовая ошибка, часто встречаемая. Я не знаю, с чем она связана, может быть, с нашим быстрым темпом жизни, что мы стремимся все сокращать, упрощать, но в этом случае все-таки должно быть уважение и к автору, поэтому обязательно должны быть инициалы. Это третья такая топовая ошибка. Дальше. Еще одна ошибка, которая встречается, это повторы. Даже в таком коротком вопросе, который вы здесь видите, здесь вывести повтор в опере, в опере, действия в опере. Мы стараемся все повторы в ответах убрать в сам текст тестового задания, насколько это возможно. И вот тут, смотрите, у нас был вопрос. Чтобы сделать короче и более ясным, мы вопрос переформулировали утверждение, увертюра в опере – это вступление, заключение или действие. И убрали, соответственно, вот этот повтор в опере. Следующий бич – это длинные тестовые задания. Вот посмотрите на это. И часто вот это вот длинноты в самоформулировке тестовых заданий связаны с тем, что авторы, эксперты хотят описать еще какой-то дополнительный контекст в задании, дать его, хотя он является часто лишним. То есть, посмотрите, ну, давайте я прочитаю. Этот русский композитор, член могучей кучки, вошел в историю еще и как химик с мировым именем. Его друзья-музыканты нередко сетовали на то, что исследование в области химии и широкой общественной деятельности почти не оставляет ему времени для занятий композиторским творчеством. Так, например, создание оперы на сюжет «Слово полку Игореве», которая так и не была закончена, растянулась почти на 18 лет. Друзья-химики не считали, что… Друзья же химики считали, что не стоит себя растрачивать на сочинение музыки и так далее. Вот. Но в итоге вопрос сводился к чему? Какой русский композитор вошел в историю еще и как химик с мировым именем? То есть, вот это все большое… Большой текст, большой абзац мы упростили и переформулировали конкретное четкое задание. Длинное задание. Максимально стремимся сформулировать просто, четко, ясно. То есть, по чеховскому принципу все гениально и просто. Что здесь еще? Вы, наверное, увидели, что здесь еще переформулировали и дистракторы, неправильные ответы. Да, посмотрите, здесь у нас… Если мы посмотрим на ответы, вы увидите, что здесь у нас есть подсказка, да, вот, что у нас есть только одна русская фамилия Бородин, а Бах, Моцарт и Шопен – это иностранные фамилии. Поэтому, поскольку у нас звучит задание «Какой русский композитор?», то, соответственно, современников или вот близких по времени к Бородину композиторов мы переформулировали и добавили в качестве неправильных, но правдоподобных ответов. «Инициалы персоны» обязательно перед фамилией писать, а после фамилии можно? Можно после. Я думаю, что это не критично. Главное, чтобы они были. Итак, переходим с вами к такому некому резюме. Да, вот из моего опыта, из моей практики, какие типы ошибок, если мы уберем орфографические ошибки, когда уже проверили, да, орфографические ошибки, они очень-очень разноплановые, а мы говорим о типовых, которые встречаются в большинстве тестов. Вот тип ошибки, их получилось у меня пять, вопрос без вопросительного знака. То есть всегда смотрим, что делаем. Как бы просто у вас еще замыливается взгляд, потому что вы часто, когда как автор работаете над заданием, вы то его в виде вопроса сформулировали, то в виде утверждения. Вы несколько раз что-то меняете, переставляете, и потом в конце, когда у вас утверждение превратилось в вопрос, просто часто забываете вопрос в конце и поставить. Я вот только, наверное, этой причиной могу объяснить так часто встречаемую эту ошибку. Второй причиной можно, наверное, назвать то, что мы общаемся в сетях, в чатах, и часто в силу скорости переписки мы убираем знаки припинания. У нас очень много текста без знаков припинания. Вот поэтому уже приучены пропускать их, соответственно, на тестах, наверное, это тоже отражается. Дальше. Таинственная частица «не». То есть если у вас все-таки появился вопрос с отрицанием, выделять «не». Лучше, в принципе, не использовать вопросы «не», их же сложно воспринимать, тестируемые. Можно не использовать, но иногда вы по-другому… Это зависит от специфики предмета, от специфики того, что проверяется. Иногда не… ну, без этого не обойтись. Вот. Поэтому по возможности не используем задания с отрицаниями, но если без них не обойтись, то «не» нужно выделить. Дальше. Авторы остаются у нас без имени. Проверяем фиоавторов. Я даже из последних курсов часто встречала, что просто пишут там автор такого-то произведения «Достоевский, Пушкин, Толстой и без инициалов». Ну, это уже не совсем научно, это некорректно. Вот. Поэтому очень правильно, точно все-таки формулировать фиоавторов. Дальше. Повторы в ответах. Что здесь делаем? Смотрим, если встречаются повторы, мы их убираем в сам текст задания. Все просто. Насколько это возможно, все, что повторяется, вы переносите в текст задания. И длинное задание. Все время спрашиваем, можно ли написать еще короче, можно ли написать еще короче. Вот. И кто-то сетовал сейчас в чате, я видела, что тесты злые, они могут разучить учеников говорить, но тест не выполняет функции «научить чему-либо». Тест – это инструмент контроля знаний. И здесь краткость и простота нам нужна именно для надежности инструмента, чтобы мы проверили то, что мы хотим проверить максимально быстро. чтобы у нас испытуемый не уставал на каких-то отвлекающих факторах, на лишнем тексте, а сосредоточился на проявлении себя, проявлении своих знаний и компетенций вот именно по данному конкретному предмету. Там, не знаю, по знанию геометрии или по знанию управления персоналом и так далее. Появилась дискуссия в чате по поводу НЕМ, можно его использовать или нет. Вот. Еще раз говорю, конечно, все зависит от предметной области. Если без ней нельзя обойтись, почему бы не сформулировать так вопрос? Просто его выделите. Так, теперь мы с вами переходим от ошибков, в основном такие как бы формальных, больше относящихся к форме тестовых заданий, теперь к практикому. Вот. И я вас прошу попрактиковаться и найти вот эти вот формальные ошибки, которые... указать тип ошибки в чате и предложить корректировку. Посмотрите, пожалуйста, что здесь требует корректировки. повтор минут и сколько минут. Так, нет вопроса. Так. То есть это у нас тип ошибки, вопрос без вопросительного знака и повтор. Тут в одном задании две ошибки. Знак вопроса. Спасибо, коллеги. И, соответственно, как правильно, да? Мы можем вопрос переформулировать, например, утверждение. Полет в космос Юрия Гагарина длился пропуск столько-то минут. То есть минут мы выносим в текст задания. Так, идем дальше. Еще один практик. Когда на Земле появились первые люди? Это все вот реальные задания, которые были сформулированы. Я тут ничего не придумывала. Что здесь можно скорректировать? Более повтор. Нет вопроса опять. Так. И как мы, соответственно, меняем? Аналогичные ошибки и три ответа. Да, три ответа. Верно. То есть нам желательно увеличить количество неправдоподобных, но правильных ответов в количестве дистракторов хотя бы до четырех. Вот. Короче всего, можно сформулировать следующим образом. Первые люди на Земле появились более пропуск лет назад. И у нас получается 2 миллиона, 10 миллионов, 100 тысяч, 200 тысяч лет назад. То есть вот дистрактор Г был добавлен по принципу того, что у нас есть вот с вами 100 тысяч, можно тогда еще такого же порядка с тысячами добавить вариант ответа. Так, все, коллеги, да, все верно. Спасибо вам за активность. Так, еще один примерчик. Чтобы быстро очистить содержимое ячеек диапазона, необходимо выделить диапазон и выбрать команду удалить в меню диапазон. Правильный вариант ответа ключ второй. Выделить диапазон и выбрать команду очистить содержимое в контекстном меню. И С. Выделить диапазон и выбрать команду очистить диапазон в меню форматирования. И снова Д. Выделить диапазон и выбрать команду чистить меню файл так оставить только короткое слово самой команды до марина иванченко вы правы действительно здесь очень много повторов очень громоздко до отмечает ксения богомазова очень длинные ответы и соответственно мы можем вот этот повтор выделить диапазон и выбрать команду он встречается у нас в каждом варианте ответа нужно вынести нам в сам само тестовое само задание на так вот я здесь еще добавила excel то но это поскольку этот тест был по по excel и контекста был понятен тестируем я просто здесь для более широкой аудитории добавила указание команды соответственно мы вот вот это все необходимо выделить диапазон и выбрать команду вот это повторяемая мы убрали в сам текст вопроса согласно с игорем беляем такие вопросы текстом про интерфейс по вообще зло да действительно лучше использовать видео симуляцию до чтобы как правильно пользоваться данной программы продемонстрировал именно с помощью симуляции испытуемым или чтобы он сделал какое-то задание которое демонстрирует его знание программы согласно что такие задания зло и проверять знания программы не всегда удобно с помощью теста это не самый эффективный инструмент вот но это вопрос отдельный в каком случае теста эффективность каком вообще не эффективны но тем не менее все равно встречаются такие тестовые задания на собственно знание интерфейсов программ к сожалению так дальше мы с вами а теперь от форм тестовых заданий сейчас рассмотрим еще типы ошибок которые встречаются не только в форме тестового задания когда там что-то слишком громоздко сформулирована или неточно сформулирована а в логике в самом содержании тестовых заданий и самая частая ошибка это на использование дистрактора или это может быть и правильным ответом когда у нас есть варианты ответа все варианты верны здесь у нас есть нарушение логики то есть мы когда формулируем с вами задание с выбором одного или нескольких правильных ответов у нас может быть по аристотелю который в том числе этот закон о логике сформулировал что у нас с вами либо утверждение ложное либо истинное и третьего не дано и о чем это на данном случае говорит что у нас здесь с вами получается что все варианты ответа верны а неверных здесь нет логика здесь нарушается то есть не может быть в заданиях такого типа вот такой принципе вариант ответа потому что он нарушает логику и так как можно переформулировать вот как вариант да вот это задание в качестве субъекта социального проектирования могут выступать личность социальный институт трудовой коллектив все варианты верны вот это тестовое задание с несколькими правильными вариантами ответов и нужно все правильные ответы выбрать вот и соответственно здесь у нас закралось два неправильных вот это задание мы переформулировали здесь логика сохраняется у нас есть и правильные ответы и неправильные так следующие по логике очень часто к сожалению встречаемые встречаемая ошибка это очевидный правильный ответ давайте посмотрим да то здесь назовите советского ученого организатора и конструктора ракетно-космической техники основоположника практической космонавтики но все знают вот из перечисленных практически все знают что это королев вот и когда мы соответственно проводили апробации данного тестового задания сто процентов испытуемых выбрали дан 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 данный дистрактор затем мы переформулировали и добавили другой дистрактор вместо гагарина который у нас космонавт да еще одного ученого в области космонавтики да это константин эдуардович циолковский еще один сильный правдоподобный но неправильный ответ добавили для того чтобы вот не был один очевидный правильный ответ но вообще работа с дистракторами сложная работа всегда сложнее всего и наверное 80 процентов времени я думаю что вы мои коллеги в подтвердите мы тратим на то чтобы придумать правдоподобные но неправильные ответы повезло если вы знаете типовые ошибки которые часто встречаются в данной сфере там в данной области по данному конкретному вопросу когда эти типовые ошибки могут стать вариантами ответа но если их мало или их если их нет нам приходится придумывать эти правдоподобные ответы по разным признакам вот на нашем курсе практической тестологии мы как раз таки тоже рассматриваем отдельный прям вопрос как придумывать дистракторы чтобы они были правдоподобными так еще одно тестовое задание которое хотелось бы вот вам представить и рассмотреть я такие типы тестовых заданий называем матрешки вот матрешка это значит задание в задание что вопросе у нас либо два основания либо там какие-то еще дополнительные признаки появляются и вот нужно каждый вопрос затем разбивать либо на два отдельных вопроса либо более четко его формулировать и отметать второстепенные факторы это матрешка матрешка задание заданию посмотрите здесь что здесь имеется виду давайте я прокомментирую люди какого возраста могут стать волонтерами у нас два варианта ответа любого потом во втором варианте ответа только совершеннолетние работающие граждане женщины от 18 до 55 лет и в первом варианте ответа еще и дополнительной информации о всемирном фестивале молодежи студентов 2017 года тут у нас вообще получилась тройная матрешка спрашиваем вопрос мы про возраст а в ответах у нас с вами и совершеннолетие и работает не работает да то есть кроме возраста еще другие появляются критерии свойства и в первом варианте ответа еще и как конкретный контекст конкретные мероприятия всемирного фестиваля молодежи студентов семнадцатого года так получается у нас даже четыре матрешки возраст совершенно так работает нет 3 все верно возраст работает или нет и конкретные мероприятия как же эту матрешку можно как вариант переделать и так можно четко конкретно сформулировать сформулировать волонтерами могут быть люди в возрасте от старки то лет и старше вот по законодательству в российскому как эксперты которые формулировали данное состояние сказали что от 12 лет у нас люди могут быть волонтерами и соответственно мы придумываем правдоподобные но неправильные ответы 16 18 21 как вы думаете почему такие дистракторы были выбраны почему 16 18 и 21 они там 14 там 25 30 так что у ваших предположений до дееспособность совершеннолетия этого возрасте до по закону при которых что-то разрешается да да то есть это действительно правдоподобные дистракторы почему потому что это знакомые тестируемым понятия вот они уже законодательстве с ними сталкивались вот вот нургуль да верно указан возраст который по законодательству имеет значение в чем-то да и если человек знает что волонтером можно быть от 12 они от 18 к примеру то то соответственно он четко знает он напишет а если он не знает он начнет гадать что это может быть 16 лет может быть 18 лет или 21 и так далее елена олежка в 14 получает паспорт да то есть один из дистракторов можно добавить сюда еще и 14 согласно с вами тоже можно добавить 5 дистрактор наталья тоже пишет что можно 14 поставить в качестве ответа очень правдоподобно да отлично смотрите дальше возвращаемся еще раз к этому тестовому заданию здесь у нас смотрите было фестиваль и какой-то конкретное мероприятие и мы тогда можем придумать еще одно тестовое задание которое проверяет на то над на знание как же подбирать команду волонтеров для каждого конкретного мероприятия и тогда можно сделать конкретный кейс такой да вот и смотрите вот мы пишем описываем ситуацию вы набираете волонтеров для спортивного мероприятия теннисного турнира одной из обязанностей волонтеров будет помощь с мячами на поле во время игры опираясь на законодательство и задачи волонтеров а это вот помощь с мячами да вы можете формировать команду из и вот здесь у нас пошли уже юноши девушки их возраст от 12 до 70 от 21 до 70 от 18 до 70 или от 12 до 70 вот и здесь еще есть комбинация что это комбинация по полу да здесь у нас и юноши и девушки здесь у нас только девушки здесь только мужчины вот и мы вот эту комбинацию двух вариантов возраст пол представляем человек который знает точно что у нас могут соответственно участвовать люди и мужчины и женщины not 12 лет соответственно по законодательству он вот выберет и в связи с задачами которые стоят да вот здесь конкретно указан он выберет вот этот интервал до что вот команду он из этих людей будет формировать вот то есть мы вот эту матрешку которой с одной стороны было про возраст другой стороны про пол в третьей стороны про мероприятие конкретное разбили на два вопроса и если резюмировать да именно самые частые логические ошибки которые в практике встречаются на которые важно обращать внимание это вариант ответа все ответы верны который нарушает у нас логику и мы должны проверять вот в тестовых заданиях закрытого типа обязательно эту логику проверять дальше очевидный правильный ответ тут задача искать наиболее правдоподобные неправильные ответы дистрактора и следующее это матрешка когда у нас слишком много признаков или слишком много каких-то критериев второстепенных факторов в самом задании нам нужно очистить и задать один вопрос конкретный про что-то либо про возраст как мы вот смотрели например там либо про задачи волонтеров данном конкретном мероприятие так и вам в качестве практикума задание я с ошибкой на логику пожалуйста прокомментируйте как боевые его переформулировали поступление денег на банковский расчетный счет отражается в банковской выписке по 9 по кредиту вообще не отражается вот в чем здесь логическая ошибка это тоже задание типа матрешки в котором по сути два вопроса есть двойная матрешка из двух частей состоит давайте откроем эту матрешку коллеги это у нас завершающее задание вот я вижу что уже тут начинает прощаться поэтому если вы спешите убегайте но буквально мы задержимся всего лишь на пять минут пять минут сейчас мы с этим закончим заданием и будем приступить как ответы на вопросы марина белогородцева нам дает ответ лучше бы отражается не отражается до либо мы делаем вы задаем вопрос вообще поступление денег на банковский счет отражается в банковской выписке или не отражается марина тоже отмечаю что тут два разных два разных основаниям второй вопрос действительно где отражается в какой по дебиту либо крей по кредиту об этом говорит павел пирогов и так смотрите значит у нас получается что может быть первый вариант мы убираем второе основание что отражается мне отражается и просто поступление денег на банковский расчетный счет отражается в банковской выписке и нас два варианта по дебету по кредиту если все таки мы хотим задать вопрос отражается или нет поступление денег на банковский счет в выписке в таком случае мы формулируем вот так поступление денег на банковский расчетный счет в банковской выписке не отражается или отражается а можно еще короче сформулировать задание альтернативного типа да нет но это тоже вот задание альтернативного типа да нет марина предлагает иванченко задать вопрос может задать вопрос наверное или неверно до вопросе повтор слов есть повтор слов но здесь а для точности и заменить нельзя я уже вот консультировалась с экспертами кто составлял это тестовое задание что все-таки баб на какой счет там на банковский расчетный счет банковской выписке все-таки правильнее вот прям банковский расчетный счет полностью так термин формулировать я была конечно же убрала вступление денег на расчетный счет банковская выписка в 1 банковский где я бы убрала тоже согласны с вами что можно можно еще у меня сократить задание но вот тут у нас вышли разногласия с специалистами поэтому они считать что точно формулировать и так уважаемые коллеги возвращаясь до к типам ошибки на логику что делать матрешку разбивать на части и формулировать либо два задания либо задавать только один вопрос ну что ж основные типы ошибок мы с вами рассмотрели это то что я сегодня хотела в течение час прокомментировать более подробно потому как правильно с методической точки зрения формулировать тестовое задание мы рассматриваем на нашем курсе практической тестологии на которых собственно говоря я вас и приглашаю татьяна и телегина уже давала вам в начале вебинара ссылку можно пролистать посмотреть на тест также можно посмотреть на сайте директ академии в разделе курсы онлайн курсы и там более подробно ознакомиться с программой если у вас еще есть вопросы пожалуйста их сейчас сбрасывайте я буквально два три вопроса отвечу так благодарю татьяна нам сбросила еще раз ссылку на курс и а коллег если есть еще вопросы вот буквально минутку четыре варианта в таком вопросе светофор может гореть этими цветами красный желтый зеленый все ответы верны да то есть не неверно сформулирован вот этот вопрос по поводу все все ответы верны значит тогда чтобы переформулировать вопрос нужно использовать варианты ответов когда у нас в каждом варианте перечисляются цвета да то красный зеленый голубой красный желтый зеленый и так далее да то есть вот чтобы проверить насколько у нас тестируем узнает варианты цветах на которые горят и что и что они означают вот сначала спрашиваем какие цвета горят потом можно еще сделать задание по тому что означает каждый цвет светофор с вариантами ответов вот константин один вопрос из большого так у меня утекает чат так 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 утек к сожалению вопрос я не знаю как здесь пролистать последнее задание можно переформулировать в открытый вопрос да эльмира кутеля задала вопрос конечно последнее задание давайте я сейчас к нему вернусь мы можем не промыть чем образом поступление денег на банковский расчетный счет отражается и поставить многоточие татьяна ревкатовна дать я я их озвучу а вы на них ответите пока я их нашла коллеги просто попрошу в чат сейчас пока ничего не пишите ладно иначе вопрос убегает и спикер не успевает любовь константинова один вопрос из всего объема вопросов можно задавать наверно неверно но не знаю был этот вопрос или просто комментарий комментарий так сейчас да вот еще был вопрос не умеет как выбирать место правильного ответа в списке ответов с помощью дсч честно говоря не знаю как расшифровывается дсч что вы имеете ввиду если как выбирать место правильного в списке ответов смотрите на самом деле программные средства сейчас позволяют ротировать правильный ответ то есть он может выскакивать то на первом месте на втором на третьем или на четвертом если нас четыре варианта ответа и и правильного места нет то есть желательно чтобы в каждом варианте теста ротировались не только сами вопросы но и сам правильный вариант ответа если 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 я правильно поняла ваш вопрос он касался куда где вы на первом месте на втором и на третьем должен быть правильно если вы у меня заметили дата у меня в моей презентации чаще всего верный ответ был под номером два вот но это скорее такая моя особенность я больше графически пыталась куда-то в серединку поставить правильный вариант ответа это больше это не методическое требование это просто моя графически так интереснее ставить правильно нужно менять место правильного ответа в каждом задании и онлайн тестах легко делается перемешивание вопросов перемешивание вариантов ответов и он автоматически уже самых расставляет каждый раз при заходе просто эту опцию при формировании теста задавать если она есть но и выбирать платформы там где есть такая возможность и вы уже просто когда записываете вносите свой вопрос теста в саму систему я например всегда пи правильный нашу первым потому что отвлекли забыл запутаешься первые правильные а потом включают опцию он сам их всех перемешивает и и получается нормально да еще как правило правильный ответ если мы пишем для системы до варианты помечается определенным знаком обычно там звездочка или как-то выделяется что система по этой букве или по этому знаку распознает что это есть ключ вот и либо в excel табличке когда вы делаете иногда для некоторых систем нужно в excel загружать тесты тестовые задания тогда вы в отдельную графу выносите правильный ответ вот что еще хочется сказать что вот именно перемешивание места правильного ответа на тоже влияет на надежность теста то есть мы защищаем от списывания и от случай от случайного угадывания для надежности и на достоверность полученных данных тоже влияет поскольку у нас формируется много вариантов ответов а вариативность она защита от списывания и это влияет на достоверность результатов это тоже достоверность теста тоже одно из важных психометрических свойств повышающих его эффективность Софья Евсеева спросила работали ли вы с адаптивными тестами я знакома с ними но вот своей практике не работаю потому что к сожалению часто обращение именно связаны с тем что мы обычные тесты не адаптивные тоже еще достаточно качественно делать не можем и сразу скажу что на курсе практической тестологии мы тему адаптивных тестов не рассматриваем то есть это уже более высокий уровень и а у нас еще в массе своей вопросы с обычными тестовыми заданиями типовыми они не у многих людей не решены и курс он рассчитан вот на такой на основной базовый уровень ага а еще вопрос Эльмира Кутелия прошу прощения если ошибусь в фамилиях коллеги не 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 обижайтесь пожалуйста Эльмира спрашивает последнее задание можно переформулировать в открытый вопрос когда я уже читал этот вопрос да можно можно переформулировать так поступление денег на банковский расчетный счет отражается в банковской выписке многоточие там и по дебету там или по кредиту да то есть вот как бы то есть убираем вообще варианты ответа и переделываем в открытый вопрос надо по мне это тоже возможно и еще вопрос от ксении богомазовой про я хотела бы на курсе не те знаний делать а по компетенциям возможно ли это или курс именно про тесты знаний вопрос про курс будут и насколько я правильно поняла ксении если правильно я вас поняла да то будет ли на курсе разбираться тема про создание компетентностных тестов то что сейчас в практике высшего образования очень часто спрашивается и это очень больной вопрос как сделать не кейс а именно тест но чтобы он был компетентностный но с другой стороны чтобы там не было угадайки и чтобы были правильные варианты ответов но не короткие одним словом это просто головная боль когда начинаешь разрабатывать вот такие тесты чтобы это был не огромный кейс а вот вы его сократите а как его сократить что оставить а что действительно я бы разделила этот вопрос по поводу разработки теста на компетенции на два первые здесь нужно понимать что мы на курсе работаем над тестами знаний они проверяют компетенции знания и умения и другие какие-то тесты знаний не направлены на компетенции конкретной компетенции это не совсем качественный инструмент всегда когда мы с вами делаем тест мы должны идти не от содержания дисциплины от компетенции и на самом первом вебинаре мы как раз об это говорим какие задачи проверку каких компетенций мы перед собой ставим и вот в этом смысле мы а темы компетенции касаемся то есть как правильно начать разрабатывать тест какие вопросы нужно поставить как сделать спецификацию чтобы у нас тест проверял те компетенции которые нам нужны это первое второе есть тесты знания есть психометрические тесты психометрические тесты проверяют некоторые тоже компетенции личные личностные особенности или мотивацию это другое это не дидактический не ты знаний а психометрический тестом другого типа задания это в рамках курса практической тестологии мы не рассматриваем и вообще конструирование вот этих тестов именно психометрических это больше не к педагогике скажем так больше психологии и учиться нужно специально то есть и вообще тесты психометрические они идут от эксперимента то есть ставится как что мы конкретно заверяем некая задача потом исследуется большое количество людей и потом уже на основании данных исследований мы формулируем некие выводы и потом формулируем задания вот на проверку этих свойств психики личности на на мотивацию ксения вы посмотрите по часа ссылочку скину в чат вот по программе курса посмотрите что что там есть более подробно а видели да ну замечательно там кстати есть форма на странице курс коллеги задать вопрос можно задать вопрос организатором есть задать вопрос автору если по ходу вас возникает какой-то вопрос нужно что-то уточнить в принципе интересно я пошел бы но вот будет ли там это будет ли разбираться или как будет проходить можно написать вопрос тогда уже в индивидуальном порядке с автором уже более конкретно можно будет обсудить какие-то моменты и самый последний вопрос татьяна от жазгулу кайнаевой самый большой наверно будет последним нашем вебинаре почему в конце вопроса знак вопроса не станет очень часто попадаются эти формулировки и самой очень часто хочется вот как же тут без вот знака вопроса то обойтись почему нельзя нужно нужно ставить в тестовом задании знак вопроса если это вопрос если есть вопросительный союз там вопросительное слово да почему причина почему часто пропускают допускает такую ошибку не ставят знак вопроса я уже об этом об этих двух причинах говорила вот тогда я сейчас еще их раз повторю возможно просто участницы не было самом начале вебинара когда мы это рассматривали потому что это одно было бы из первых типов ошибок знак вопроса не ставится а вот если есть вопрос но он не ставится на мой взгляд по двум причинам первое что эксперт автор тестового задания часто его менял переформулировал из утверждения в вопрос потом назад работал работал над ним и в конце концов переформулировал вопрос а вопроса поставить забыл просто потому что заработался и очень много корректировал задания саму второе это то что мы сейчас в чатах часто пропускаем знаки припинания когда пишем то есть это наша особенность современной жизни смс чаты ватсап вайбер и так далее зум и отсюда соответственно вот эта вот привычка в конце предложения опускать знаки припинания она переносится и на разработку тестов заданий вот я пока нашла таких две причины других наверное вот пока не знаю татьяна вот еще хотелось бы такой момент уже не сейчас а просто на будущее посмотрите просто в требованиях когда разрабатываешь тесты работаешь над созданием разработка онлайн курса например да очень часто в требованиях которые предъявляются автору разработчику пишется требование к формулировке тестов именно чтобы не было вот категорический запрет на знак вопроса да вот только да я такого да то есть вот как как с этим быть я тоже смиряемся делаем так как они хотят наверное так это необоснованное методическое требование но ничем и каким-то экспериментами практика не подтверждено вот если корректнее удобнее и понятнее для тестируемого сформулировать задание в виде вопроса значит надо его сформулировать эти вопроса если понятнее короче четче сформулировать виде утверждения формулируем в виде утверждения вот эти методические требования убираем вопросы делаем только утверждение, они ничем не обоснованы. Это вкусовщина. Это особенности вузов или каких-то HR организаций, специалистов по обучению, просто их такое предпочтение. В общем, коллеги, если это нужна эта разработка, то мы смиряемся, говорим хорошо-хорошо, не будем спорить, мы сделаем так, но мы знаем, что можно все-таки знак вопросу ставить. Можно иначе. Да, здесь у нас есть только одно требование. Делаем задание максимально ясным, коротким, без двусмысленности для испытуемого, чтобы было понятно, что спрашивается, какую компетенцию нужно продемонстрировать. Хорошо, спасибо. Да, вот-вот, да, кстати, Игорь, в тесте совершенно согласна, тоже иногда этим обосновят. Легче воспринимать форму утверждения, а не вопрос, хотя вот тоже, знаете, и так, и форму вопроса нормально студенты воспринимают, если так по-честному. Ну вот давайте просто на слух. Какое-то произведение написал такой-то автор, либо кто написал роман «Война и мир». Понятный вопрос? Или какой автор написал, или кто является автором романа «Война и мир»? Понятный, четкий вопрос. Кто? Вот, соответственно, кто мы авторов и указываем, да? А если автором романа «Война и мир» является, ну, мне кажется, что здесь, опять же, это начинается вкусовщина, но конкретный, четкий вопрос, кто, мне кажется, что он более более логичен в этом случае, чем утверждение. Да-да, про «не» мы говорили, да, уже было. про «не» мы говорили, что не использовать частичку «не». Иногда без «не» не обойтись. И если мы без «не» не можем обойтись, нам нужно все-таки какое-то отрицание, чтобы подчеркнуть или дифференцировать данное явление от других, вот, для понимания какого-либо вопроса, тогда мы не используем, но просто пишем ее заглавными буквами, да, выделяем в тексте, чтобы тестируемый не пропустил. Вот этим мы ему помогаем. Спасибо, Татьяна Ревкатовна. Вижу, что вроде вопросов у нас больше пока нет. Коллеги, пока остановимся, иначе мы будем сидеть до вечера. Большое спасибо, Татьяна, за сегодняшний вебинар, за разбор. Судя по комментариям и дискуссиям, которые у нас завязались в чате, больная тема, попали на больную мозоль. На самом деле, да, это очень такой больной вопрос для всех преподавателей, особенно кому приходится в неимоверных количествах разрабатывать тестовые задания, еще постоянно их переделывать под разные в госиндикаторы и требования. Поэтому большое спасибо за сегодняшний вебинар. Мы вас сегодня отпускаем. Коллеги, ждем тех, кому нужно научиться делать тесты на курсе Татьяны Ревкатовны. А мы с вами переходим к нашим организационным моментам. Коллеги, до свидания. Надеюсь, что мы с вами еще увидимся на вебинарах и на курсе. Обязательно. Продолжим. Больную, но очень интересную тему о качестве теста и тестовых заданий. Всем всего доброго.